Сегодня на обзоре обещанная пуля дуплекс монолит 32. В прошлом видео Володя рассказал про пулю Хиксолит. Это ее клон, но клон для специальных задач. Вот так вот выглядит сама пуля. Пуля 32 граммовая. Значит, в принципе, обтюраторы и эти пластиковые кольца все те же самые, что и на Хиксолите, но эта пуля цельнометаллическая. Она предназначена для охоты, для стрельбы в трудных местах, в таких лесах, в завалах. В общем, там, где отстаивается зверь и его очень тяжело добрать другими боеприпасами. В общем, там, где пуля должна пройти через кусты, через ветки, через листья. Основная ее задача пробить на своем пути все, что может у нее оказаться. Она, я так думаю, с этим справится. Мы сейчас все с вами будем свидетелями этому. Та же самая, как бы, донса, гильзы, увеличенная. Скорее всего, это связано с увеличенной навеской пороха. Может, он немножко медленнее, чем все остальные, для того, чтобы дать ей больше скорость. Потому что скорость, указанная в ней, больше 400 метров в секунду. Это с весом пуль 32 грамма. Это очень серьезная пуля. Вот. Значит, на коробочке, ну, подробнее в ролике Владимир вам объяснит и покажет, вот, как все это дело происходит. Вот это на рисунке, это вроде как дерево с листиком нарисовано. Вот пуля встречает на своем пути дерево, отсекает участок, вроде бы как немного начинает подворачиваться. Ну, это естественно. За счет своей обтюрации, как бы, своей стреловидности или вот этой задней пластиковой части, пуля опять стабилизируется, выравнивается и продолжает свое движение прямо. Сейчас мы, как бы, это все проверим. Проверим. Значит, стрелять я буду из своего ружья, которое всегда сопровождает меня на загонных охотах. Это простое советское ружье ТОС-34Р штучного исполнения с дульными сужениями ЧОК и усиленный ЧОК. Почему именно, как бы, я зацепил тему с ЧОКами? Потому что производители рекомендуют, даже рекомендовано для более точной и гучной стрельбы, стрелять из ЧОКовых, из сильных дульных сужений в ЧОК, либо еще сильнее. Поэтому вот сейчас мы это все дело и проверим. Так, а сейчас приступим к практической части пуля-дуплекс Монолит-32. Вон наш кабанчик, как раз в таких плотных кустах. Дитали, его тут даже и не видно. Ты ниже чуть-чуть присядь и будет видно. Сейчас покажу. Вот, силуэт кабана стоит за плотным кустарником, таким верным. Плотный не то слово. Показываю кусты. Вот они начинаются. Вот я иду, иду. Через все это шла пуля, мишеньки. Блин, пролезешь. Вот она, вторая камера, которая снимает мишень сблизу. Вон он, кабан стоит. Сейчас попробую к нему добраться. Пробираюсь. Давай. Пробираюсь. Но я тебе скажу, он весь в дырках. А, это осколками. Осколками, осколками, да. Ну там видно, где... Ну видно перебитые ветки прямо. Сейчас сделаю второй выстрел. Реально очень плохо видно зверя. Это же не значит, что так нужно делать. Мы просто тестируем пулю. Как она прорубывает себе, как бы, путь до цели. В общем, смысл в том, что сейчас сделаем два выстрела. Второй подряд. Потом лазаем, смотрим на мишень. Потому что там реально такая задница. Не пролезь, все подряды. Порезаны все, терен весь, блин. Все, пробуем. Отлично. Есть второй выстрел. Давай теперь посмотрим, что у нас там. Боже, Виталий, а ты весь подряды как этот. Ну, хуже кабанат. Это охота, ребята, а как вы хотели. Бывает и еще и хуже. Ну посмотрим. Да. Зверь был ранен, ранен. Остался в кустах, не вышел. И мы его добрали. Итак, дорогие друзья, страдаем ради вас. Значит, смотрим. Вот эти отверстия, вот эти вот отверстия, вот это раз и два. Это отверстия от... Не пулевые. Это отверстия, вот, осколков веток, терна. Крупных веток, которых, рассекая на своем пути, пуля просто взорвала. И осколками поразила, ну, картонную мишень. Это следы не пулевые. Значит, вот он первый выстрел. Он попал ровно в старую дырочку, которая вот была... Заклеена была. Крестиком заклеена. Вот пуля прошла. Здесь было три жара, по-моему, пробоина была. И вот рядом высекла, значит, пуля. Вот это пуля, входное отверстие пули Monolith 32. Вот это второй выстрел. Второй выстрел. Опять же, щепка. Рядом тоже щепка. Видно на мишени прям такие следы от коры и от деревьев. Вот еще одна. Вот еще одна. Веткой пробежали. Тоже ветка, да. Значит, и первый, и второй выстрел. Обои смертельные. Рассматриваем входное отверстие пули. Очень ровное. Пуля не кувыркается, не приходит ни боком. Она четко идет, так как ее запустило ружье. И в одном, и во втором случае. Вы сами видели, какие плотные кусты, как тяжело было. Вообще, очень плохо даже видно силуэт кабана. Это благодаря именно вот этому белому листу, который как бы на его фоне кабан как-то отличается в кустах. Специально выбирали такое. А вон внизу еще одна он посечет. Да, вот еще. Еще кусочек он разбит. Значит, пуля прошла расстояние около 20 метров. Далеко не стреляли, потому что плохо видно. Около 27 метров. Ну, в принципе, на охоте в таких условиях можно к зверю подойти даже и ближе. Поэтому мы стреляли на 20 метров. Он там, скажем, затаился. Тут еще нужно сказать, что если дистанция будет какая-то больше, значительно больше, его просто не увидишь. Его не определишь, он в кустах будет сидеть, сольется с фоном. Ну да, и стрелять на движение, сами понимаете, это вообще крайняк, который делать никогда нельзя. Лучше по четкой видимой цели даже в таких вот густых кустах. Потому что рядом могут быть и собаки, могут быть и какие-то другие тоже загонщики. И может кто-то из номеров захотел добрать своего зверя. Поэтому это очень опасно. Надо всегда соблюдать технику безопасности. Но сейчас разговор не об этом. Мы сейчас разговариваем о боевых качествах именно вот этой пули. Монолит 32. Она реально работает. И работает очень хорошо вот в таких вот плотных кустах. То есть она годится как пуля номер два. Либо это добор, либо это охота с подхода. Когда охотник охотится сам, либо с собакой и вот поднимает зверя вот в таких вот плотных кустарниках. Там где именно он и обитает. Ореол обитания кабана в каких-то завалах, крепях, в таких. Вот именно это работа для этой пули. В прошлом ролике про пулю фиксолит. Это пуля номер один. Объясню почему. Вообще-то сам охотник выбирает, что заряжать в оружие. В зависимости от окружающей среды. Туда, куда установит вас егерь на номер. Если вы стоите на чистом пространстве, вы заряжаете пулю фиксолит. Потому что последующего выстрела, если вы попадете даже не в убойное место, вам не потребуется больше стрелять в животное. Потому что оно сразу падает. Это проверено лично мной. Серьезный опасный кабан был на большой скорости остановлен прямо на месте. Ну а если уже как бы был подранок и каким-то другим видом боеприпаса стрелялся и забежал вот в такие кусты, и вы его потом добираете, либо вместе с егерем, либо как-то там это, учитывая технику безопасности, и вы находите, и ближе, конечно, он вас не подпустит. Или будет на вас реально кидаться. Потому что это животное очень опасное. Как бы из двух соперников, собака, либо человек, он будет в любом случае выбирать человека, нападать на более, более как бы сильную угрозу для себя. Поэтому на человека он падет 100% раненый. 100% падет. Поэтому эта пуля именно вот с безопасного расстояния через кусты выстрел. Все, первое, это битый позвоночник. Однозначно животное обездвижено. И вот его добор. Ну, повторный выстрел. Сами понимаете. В районе диафрагмы куда-то. Это вообще страшнейшая рара. Ну, это легкая. Это диафрагма, Виталий? Это брюшная и грудная полость сходятся в этом месте? Или лопатка? Чуть выше лопатки, чуть ниже? Ну, сердце, если в этой области, думаю, где-то. Ну, в общем, кости однозначно повреждены очень сильно. И стопроцентный выход пули с обратной стороны. То есть оно в животном не задержится. Что касается заряда. Естественно, производители что-то там намудрили с порохом. Почему? Отдача очень резкая. И реально очень большая скорость пули. Сверхзвуковая 100%. Больше 400 метров. Ну, это было слышно по выстрелу, по шуму. Значит, для того, чтобы она смогла преодолеть. Или пробить зверя насквозь. Сделать это. Она с этим отлично справляется. Отличная обтюрация. Стволы чистые после выстрела. Что могу сказать? Всем удачи, ребята. Пробуйте, приобретайте. Я думаю, она вас никогда не подведет. Меня, например, не подвела.